Продолжение следует... Поисковой системе, значит, над результатами поисковой выдачи или в правом блоке, да? И с одной стороны, это все действительно верно, это контекстная реклама. Но это не все, что может и умеет современная контекстная реклама. Во-первых, она не ограничена текстовыми форматами на сегодняшний день, но об этом я не буду сегодня рассказывать. А во-вторых, она не ограничена только лишь поисковыми системами. Хотя, если говорить о поисковых системах, то в этом смысле Бегун, начиная с июля, получил такое достаточно интересное конкурентное преимущество, которое заключается в том, что если вы имеете один аккаунт в Бегуне, размещаетесь через Бегун контекстную рекламу, то вы можете размещать свою рекламу сразу на всех популярных поисковых системах Рунета. То есть через Бегун контекстная реклама размещается и на Яндексе, и на Гугле, и на Мейле, и на Рамблере, и на Яху. Но, как я уже сказала, контекстная реклама – это понятие гораздо более широкое, чем только лишь реклама на поисковых системах. И я не буду говорить о рекламе на поисковых системах. Спасибо Анастасии, она достаточно подробно вам об этом рассказала. Я же поговорю о рекламе, которая показывается на так называемой сети партнерских сайтов. Что это такое? Это сайты, которые не являются поисковыми системами, но с вами там видим тоже обычные текстовые контекстные объявления. На Mail.ru, когда отправляем какое-нибудь письмо. На Автору, когда подбираем автомобиль. На Афишеру, когда читаем какую-нибудь рецензию. И на огромном количестве сайтов. Вообще, опять же, справедливости ради надо сказать, что контекстная реклама в России как раз-таки начиналась не совсем в поисковых системах. В том виде, в котором она сейчас существует. Тот же самый Бегун, когда создавал свою систему контекстную, начинал именно с партнерских сайтов. То есть не было своего поисковика, и только потом началось сотрудничество с Рамблером. А сейчас уже и со всеми остальными поисковыми системами. Значит, сейчас расскажу вам некоторые интересные данные об интернет-аудитории, где она проводит свое время, и почему нельзя ограничиваться только поисковой контекстной рекламой. Ну, во-первых, статистика говорит нам о том, что меньше половины ежедневной аудитории Рунета заходят на какую-либо поисковую систему. То есть мы с вами не каждый день посещаем тот же Яндекс, Гугл, Мэйл, Рамблер или Яху, и все остальное время мы проводим на других сайтах. Какое это время? Довольно продолжительно. Опять же, по статистике 97% ежедневной аудитории Рунета проводят в сети более часа. Половина аудитории проводит в сети более 4 часов в день. То есть достаточно привычное время. При этом на поиске люди находятся не более 5 минут в день. Все остальное время, все вот эти вот часы, которые они сидят в интернете, они находятся на сайтах, которые не являются поисковыми системами. Они читают какие-то тематические сайты. На новостных сайтах смотрят новости. Естественно, это социальные сети. Естественно, это некие почтовые сервисы. А это какие-то блоги, форумы профессиональные, отраслевые, или просто на определенную тематику, хобби, погода и тому подобные вещи. То есть люди находятся в интернете очень продолжительное время, и при этом на поиске находятся всего лишь 5 минут в день. Если мы посмотрим другую статистику, которую поделилась с нами компания Rambler, она проводила исследование на тему того, сколько времени человеку требуется на принятие решения о покупке какого-либо товара или услуги, в зависимости от стоимости этого товара или услуги. Так вот, если мы посмотрим, например, на товары стоимостью до 3 тысяч рублей, то абсолютное большинство аудиторий принимает решение о покупке в течение нескольких часов. Если мы будем говорить о товарах стоимостью от 3 до 30 тысяч рублей, то люди в основном уже думают несколько дней. От 1 до 7 дней они принимают решение о покупке. Если же мы с вами посмотрим на товары стоимостью свыше 30 тысяч рублей, то 62% аудитории будет принимать решение о покупке более 1 недели. К этой категории относится огромное количество товаров и услуг. Это все, что связано с недвижимостью, автомобилями, туристической отраслью. Это все, что связано с B2B-сегментом. Даже если стоимость товаров или услуг ниже 30 тысяч рублей, то в B2B-сегменте все равно, как правило, решение принимается долго за счет каких-то организационных фактов. О чем нам все это говорит? Это говорит нам о том, что человек, пока принимает это решение в течение больше недели, он не заходит каждый день в поисковик и не набирает один и тот же запрос про квартиру или про автомобиль, который он собирается купить. Он вообще может не заходить в поисковик, а просто спрашивать в социальных сетях у своих знакомых, друзей, куда бы ему порекомендовали поехать в отпуск в этот раз, или надежный ли этот застройщик, или хороший ли этот автомобиль. Он может читать обзоры по поводу товаров и услуг, которые собирается приобретать, обзоры, рейтинги, сравнения, отзывы, все что угодно. При этом, если мы работаем только лишь с поисковой рекламой, то мы помним, что мы можем контактировать не с каждым человеком, то есть меньше, чем с половиной ежедневной аудитории, не более пяти минут в день. И, по сути, мы не можем продолжать с ним коммуникацию, когда человек уже ушел с поисковой системы. Если он не кликнул на наше объявление, выдача в естественной или на наше контекстное рекламное объявление, то мы его потеряли. Он будет принимать это решение уже без учета нашего предложения, по сути. То есть получается, что контекстная реклама, поисковая, вообще поисковую рекламу сложно переоценить. У нее есть такие плюсы, которые мы все знаем, как очень четкая сфокусированность, очень четкое выделение интереса и коммуникация в тот момент, когда человек сам запросил информацию. Но у этой стороны, у этой медали, получается, есть и вторая сторона. Поисковая реклама не дает нам работать с отложенным спросом. Поисковая реклама не дает нам возможность продолжить коммуникацию, когда человек ушел с сайта, с поисковой системы и начал изучать информацию на других сайтах. То есть получается, что на самом деле поисковая реклама, я уже сказала, что переоценить ее достоинство сложно, но тем не менее не стоит относиться к ней как к единственному эффективному инструменту интернет-рекламы. И она должна быть частью общего медиаплана, частью медиастратегии. Но это не единственный инструмент, который может быть вам полезен. В связи с этим я сейчас буду рассказывать про второй альтернативный инструмент, который тоже является контекстной рекламой. Но это реклама не на поиски, а на партнерских сайтах. А на тех сайтах, которые не являются поисковыми системами. Итак, я сейчас расскажу, почему это может быть выгодно для вас, какие есть основные преимущества и каким образом нужно учитывать специфику для этого вида рекламы. Если бы меня попросили одной короткой фразой сформулировать то, что я хочу, чтобы все вынесли после моего доклада, одну единственную мысль, она бы звучала так. Если вы размещаете контекстную рекламу на поисковых системах и на партнерских сайтах, то самый главный критерий ее эффективности, самое главное условие должно быть в следующем. Разделяйте рекламные кампании отдельно на поисковую систему, отдельно на партнерскую сеть. Разделяйте, то есть создавайте одну рекламную кампанию, которая будет таргетироваться только на поисковую систему, а вторую рекламную кампанию, которая будет таргетироваться только на сайты, не являющиеся поисковиками, то есть на партнерскую сеть, на рекламную сеть контекстной системы. Почему это так важно? Потому что если вы не будете этого делать, то в принципе лучше вообще не пробовать и не экспериментировать. Почему это так важно? Значит, причины две. Первая, самая важная причина, это очень серьезная разница стоимости рекламы на поисковых системах и на сайтах, которые таковыми не являются, на партнерских сайтах. И разделяя рекламные кампании на две, как минимум на две, вы получаете, во-первых, оптимизацию стоимости своей рекламной кампании, во-вторых, вы получаете больше возможностей для аналитики результатов. Я расскажу об этом подробнее, сейчас поэтому так не останавливаюсь. И вторая причина, по которой нужно отделять поисковую рекламу от другой контекстной рекламы, это разница в ситуации, когда человек коммуницирует с вашим рекламным сообщением. То есть, когда он на поиске, он находится в одной ситуации выбора по отношению к вам. Когда он читает какой-то тематический сайт или находится в социальной сети, он в совершенно другой психологической ситуации. Поэтому обращаться мы к нему тоже должны по-другому. Об этом я тоже подробнее расскажу. Что касается оптимизации цены. Вот конкретный пример, который я буквально вчера посмотрела. Один и тот же запрос, но это с таргетингом на Москву, но не суть важна. Это справедливо для всех регионов, просто цены будут пониже. Конкретный пример заключается в том, что одно и то же слово, например, в бюро переводов, на поисковой системе в среднем будет стоить 184 рубля будет стоить один переход. И это же самое слово, но в партнерской сети будет стоить почти в 9 раз меньше, 21 рубль за переход. Это очень существенная разница, как мы понимаем. То же самое, например, видим ремонт квартир. Таких примеров можно привести очень-очень много. Практически в любой тематике размещение на поиске будет дороже, чем размещение в партнерской сети. Значит, здесь сейчас приведу кейс, реальный кейс. Рекламодатель банк, значит, его задача была прорекламировать свои вклады. Они открыли какую-то новую линейку вкладов и задача была собрать лиды, то есть заявки на размещение этого вклада, который потом менеджер банка будет обрабатывать уже в индивидуальном порядке. Было запущено две рекламные компании отдельные. Одна была запущена на поисковых системах, вторая на тематических сайтах, блогах, формах. Значит, какие результаты были получены? Ну, как мы видим, рекламная компания на поиске, она на нее была потрачена там 18 тысяч рублей. Значит, и на вторую рекламную компанию на партнерской сети тематических сайтов было потрачено 32 тысячи рублей. 32,5. Конверсия, которую мы все сейчас считаем и которую обязательно должны считать, как мы видим, с тематических сайтов, в 6 раз хуже. Почему? В принципе, это логично, потому что, как я уже сказала, человек, который на поиске вводит поисковый запрос, он гораздо более мотивирован на то, чтобы быстрее принять решение о покупке, или о заказе, оставить заявку, чем человек, который читает, например, на банке.ру какую-то статью с обзором банков и видит это объявление про вклады, ну и кликает. И дальше он, может быть, кликает с тем, что он через 3 месяца собирается открыть вклад, когда у него будут деньги, или просто хочет посмотреть, что там за такое предложение, и один по-другому не собирается он открывать никакой вклад. То есть очевидно, что человек, который переходит по вашему рекламному объявлению с тематического сайта, то есть не с поисковой системы, он как бы для нас получается хуже с точки зрения продажи. Так оно и есть. И вот мы по этой таблице видим, что он хуже в 6 раз. Вообще, если бы мы с вами закончили аналитику данной рекламной кампании на этом этапе, как, к сожалению, некоторые рекламодатели делают, потому что конверсию сейчас считают все, это здорово, и многие на этом устанавливаются, то мы должны были с вами вылибо принять решение выключить рекламную кампанию вклада тематика на партнерской сети, которая у нас съела почти в два раза больше денег, а конверсия с нее в 6 раз хуже. Но мы с вами делать этого не будем, а посмотрим на абсолютные показатели. Здесь приведены все те же данные, что и в предыдущей таблице, но с абсолютными показателями. На самом деле, с поисковой рекламной кампании этот банк получил 7 заявок на вклады, а с рекламной кампанией на партнерских сайтах, математических сайтах, блогах и форумах, он получил 22 заявки. И если мы пересчитаем это все в стоимость одной заявки, то мы увидим, что стоимость заявки с партнерской сети составила, была практически в полтора раза меньше, чем стоимость заявки с поиска. Хотя, кажется, если анализировать относительные показатели, конверсию, качество аудитории, вот есть такое выражение. Получается, что в вклады тематика рекламная кампания, там аудитория приходила менее качественная. Но если мы посмотрим с вами на цену, если мы посмотрим с вами на цену, то мы увидим, что стоимость клика почти больше, чем в 10 раз меньше, чем стоимость клика на поиски под тем же самым запросом. И получается, что рекламная кампания на партнерской сети гораздо, ну в полтора раза более эффективна, чем рекламная кампания на поиске. Значит, поэтому основное, как бы, резюме, что хочется сказать по поводу цены. Во-первых, как правило, как я уже сказала, в абсолютном большинстве случаев стоимость размещения, стоимость клика на партнерских сайтах сильно дешевле в несколько раз, иногда в десятки раз. Сильно дешевле, чем стоимость размещения по тем же словам на поисковой системе. Это раз. И второе, для того, чтобы нормально проанализировать эффективность, компании должны быть разделены. Естественно, компании должны быть разделены на поисковую и на партнерскую. И анализировать в данном случае надо не относительные показатели по конверсии, потому что они действительно будут очень сильно отличаться, а абсолютные показатели, бизнес-показатели, стоимость заявки или стоимость звонка. То, что считается уже на клиенте, по сути. Значит, это по первой части. Все, что касается цены. Теперь поговорим о том, как составлять рекламные объявления, как подбирать запросы для рекламы на партнерских сайтах. Потому что здесь тоже есть нюансы. Человек находится, как мы помним, в разном состоянии, когда он вводит поисковый запрос в поисковик, или когда он читает какую-нибудь новость или находится в соцсети. Все мы знаем вот эти стандартные рекомендации, как составлять рекламные объявления для поисковых систем. Можно коротко сказать, что это объявление в телеграфном стиле, в котором мы повторяем запрос пользователя, который он ввел в поисковую систему, указываем цену нашего товара или услуги. Ну и в целом здесь нет места для креатива. Дай бог успеть написать, чтобы нам хватило места написать то, что действительно важно. Что касается текстов объявлений в партнерской сети. Здесь логика отличается достаточно сильно. Во-первых, когда человек читает, допустим, какую-то статью или сидит в соцсети, или отправляет почту, то, в принципе, его взгляд не будет цепляться за поисковый запрос, который он вводил там несколько часов назад, иногда даже несколько дней. Поэтому нет задачи повторять поисковый запрос пользователя, ключевое слово, по которому показывается реклама. Нет задачи повторять его в тексте объявления. Оно не будет подсвечиваться жирным, и человек на него особенного внимания не обратит. Но есть задача другая. Есть задача человека отвлечь. Есть задача привлечь внимание от того текста, отвлечь его, который он в данный момент читает. Отвлечь его от переписки со своим другом или от написания какого-нибудь письма. Вот это такой пример. Он, конечно, на грани фола. Пример реальный. Но он очень классно иллюстрирует вот эту основную мысль. Не гибите себе мозг, отдохните в Турции. Значит, человек, скорее всего, обратит внимание на такое объявление, даже если он в данный момент занят чем-то другим. При этом у нас совершенно такой скромный, консервативный текст объявления, который нам рассказывает о ценах, о самом предложении. Если оно нам неинтересно, кликать мы на него не будем. Но вот этот заголовок броски, он дает нам шанс, как рекламодателю, что посетители страницы прочитают, обратит внимание на наше объявление. Поэтому можно сказать, что общая рекомендация при составлении текстов объявлений для сайтов партнерской сети, не для поисковых систем, заключается в том, что здесь можно креативить. Можно креативить сколько угодно в рамках ограничения по символам. Это только приветствуется, и такая кампания будет эффективнее, ежели вы просто скопируете кампанию с поисковой системы и запустите ее с другими ценами на партнерскую сеть, если она будет адаптирована. Другой пример. Что касается особенностей ключевых слов, которые вы должны подбирать, когда работаете с партнерской сетью. Есть такие ключевые слова, например, вот спрос «Шлемак». Вот здесь Яндекс немножко над нами издевается, говорят нам, что ваш товар ищет контекстное объявление, а мы видим, что наш товар вообще не ищут. 40 показов в месяц по всей России, которые, наверное, совершили, сделали я и мои коллеги, когда готовимся к презентациям. То есть совершенно нет никакого спроса в интернете по запросу «Шлемак». А «Шлемак» — это мотоциклисты так называют шлем. Ну, может быть, велосипедисты тоже, я не знаю. Я знаю точно про мотоциклистов. Так вот, судя по этой статистике, никакого спроса нет. Рекламироваться по этому запросу совершенно бессмысленно. Но у нас будет 40 показов в месяц для сотрудников «Бегуна» в основном. Значит, а если же мы просто с вами введем этот же самый запрос в тот же самый Яндекс, но в поисковую строку, то мы увидим, что нашлось 50 тысяч ответов. Если посмотреть выдачу поисковую, то мы увидим, что действительно эти ответы будут касаться по большей части именно того, что связано со шлемами. Ну и, во всяком случае, первые две страницы, они связаны с мототематикой. То есть получается, что люди в поисковик этот запрос не вводят, но они используют это слово, когда общаются, опять же, на своих каких-то форумах, на своих каких-то... по своим темам, мотоциклетным, допустим, да, они используют это выражение. Но мы не можем этих людей выделить через поисковик. Мы не можем показать им нашу рекламу, если мы продаем эти мотоциклетные шлемы на поисковой системе. Но по этому запросу мы можем показываться в партнерской сети, на самом деле, вот на всех этих страницах, на которых люди общаются с помощью этого слова. Таким образом, мы можем показываться, по сути, той аудитории, которой в поисковике нет. Это довольно уникальный случай. Ну, таких случаев в любой тематике огромное множество. Есть такой запрос, например, мудовая резина. Это грязевая резина от слова муд, грязь. Тоже спроса никакого нет, если мы посмотрим в Вордстате. Но люди очень часто используют это выражение в своей письменной речи в интернете, в медицинской тематике, там лапара, которая означает лапароскопию. Различные профессиональные термины типа разводник, разводной ключ, который тоже никто не спрашивает в поисковике, но люди используют его в своей письменной речи. Табуреточник, это те, кто ездит на мопедах. Ну, в общем, огромное количество слов, которые являются сленговыми, которые позволяют нам выделить нашу целевую аудиторию, вот как раз по этим выражениям. Но охватить их на поиски мы никак не можем. В рыболовной тематике, в медицинской, строительной, ну, в туристической тоже. В общем, в IT, естественно, огромное количество. Это говорит нам о чем? Это говорит нам о том, что, во-первых, мы получаем, может быть, даже несколько иной сегмент аудитории по сравнению с тем, что мы рекламируемся на поиске. А во-вторых, когда мы подбираем ключевые слова для партнерской сети, то не всегда для нас помощником является подбор запросов, которые предлагает нам статистика поисковых систем, там статистика Google, Яндекса или Рамбля. Там этих слов может просто не быть, которые нам нужны, потому что аудитория их не спрашивает на поиске. И, опять же, получается, как в случае с текстом объявления, как-то неудивительно, но ключевые запросы для партнерской сети можно придумывать из головы. То есть здесь, опять же, есть поле для креатива, которого нет, когда мы размещаем поисковую рекламу, когда мы действительно должны посмотреть, спрашивают ли люди то, что мы собираемся показывать или нет. Здесь, в общем, скорее инструментом для анализа емкости этого запроса является сама поисковая выдача, нежели статистика. Значит, на силу я хотела завершить и подвести некоторые итоги того, чего я сказала, что я хотела, чтобы вы вынесли после моего доклада. Первое. Контекстная реклама понятие гораздо более широкое, чем только лишь поисковая реклама и даже, чем только лишь текстовая реклама. Бывает текстная реклама, которая в виде баннера или в виде сочетания текста и баннера, так называемая витрина или тизер в некоторых случаях. Аудитория на сайтах, которые не являются поисковой системой, то есть на партнерской сети сайтов, как правило, сильно дешевле в несколько раз, иногда в несколько десятков раз, чем та же самая аудитория по тем же самым словам, но в тот момент, когда она находится на поиске. При этом, конечно же, надо понимать, что конверсия с такой аудиторией, то есть, по сути, ее качество, качество аудитории с партнерской сети, оно будет хуже, чем качество аудитории с поисковой системы, но оно не настолько хуже, насколько ниже цена. То есть, более низкая конверсия компенсируется еще более низкой ценой. И когда мы анализируем рекламную кампанию, то нужно оценивать абсолютные показатели, а не относительные, потому что конверсия, по понятной причине, будет ниже. Когда вы размещаете рекламу на партнерской сети, то это обязательно должна быть отдельная от поисковой рекламной кампании, потому что вы должны будете поставить отдельные, более низкие цены по тем всем тем же самым запросам, это раз. А во-вторых, в идеале вам нужно ее как бы подрихтовать под особенности партнерской сети, то есть поработать с текстом объявления, изменить его с телеграфного поискового стиля на более креативное и поработать по-другому, с ключевыми запросами. В случае с партнерской сетью здесь тоже есть некоторое поле для креатива и не надо ограничиваться только лишь статистикой поисковых систем. На 7 я хотела бы завершить и, значит, я напоминаю, что у меня есть пакет с подарками, а во-вторых, значит, всем, мы там уже анонсировали в фейсбуке, может кто-то знает, всем, кто желает, я в обмен на визитку предоставлю купон на вашу первую рекламную компанию в «Бегуне». Буду здесь делать это в перерыве, который будет через два доклада, насколько я понимаю. Спасибо, буду рада услышать ваши вопросы.